Да, да, Рокси, скажи им всем. Расскажи. Интервью хотели? Получайте. Да, да, моя девочка, вот так, расскажи. Да, умница. Вот так. Что именно хотела сказать белуха Рокси, можно лишь догадываться. Кит выглядел общительным, хотя и немного уставшим. В отсутствие переводчика с дельфиньево за Рокси говорят люди. Защитники животных бьют тревогу и обращаются в прокуратуру. По их мнению, полярному киту в Анапе, где летом температура достигает 40 градусов, не климат. Кроме того, белуху содержат в бассейне емкостью 300 кубометров, что недопустимо. Тем более, что там же живет еще один дельфин Афалина. Сейчас за белухой она выглядит внешне аномально распухшей. Это из-за неправильного питания, из-за гиподинамии. При ее размерах она не может ни нырнуть на достаточную глубину, ни проплыть. За защитники ссылаются на мнение специалистов по китообразным. Владельцы заведения показывают на оформление китариума, где нарисована белуха. Его делали три года назад. Говорят, что для взрослой самки белухи у Рокси абсолютно нормальные весы конституции. И те, и другие предлагают заглянуть в интернет. Что до условий содержания, то животных кормят и за ними ухаживают. В минувшем году в заведении принимали с десяток проверок из различных инстанций. И фильтровальные установки, и все документы имеются, и все это проверяется, и все это контролируется. Журнал за содержанием животных ведется. И продукция, которую мы кормим, она сертифицирована. Все эти высказывания, бедная, несчастная, ожиревшая, это тоже субъективный взгляд, правда? Это не объективное ведь мнение. Хозяева Китариума говорят, что текущие условия содержания животных временные. К маю достроят новый бассейн на 600 кубометров и животных расселят. Зоозащитники ссылаются на опыт Европы, где по правилам белуха должна жить в бассейне в два раза большим по объему, чем тот, что строится, если уже содержать ее в неволе. А так, полярному киту место в северных морях, а никак не в жарком анапском климате. Не так давно в Китариуме побывала прокуратура. Проводится проверка. Когда станут известны ее результаты, пока не ясно. По мнению Натальи Макеевой и ее соратников, белуху необходимо, если не выпустить, то перевести в более комфортные условия, хотя признает, что каких-либо специальных нормативов по содержанию китообразных в России нет.